книга открытым оком том 19 тема церковь вопрос 3284 имел ли патриарх тихон желание вернуться к апостольскому служению и понимал ли он необходимость в благовестии отвечает игнатий тихонович лапкин судить о патриархии тихо не можем только по документам тех лет похоже что доходило до него с великим трудом что сопротивление советской власти с оружием в руках бесполезно это он выразил своем послании от прежнего бойца ничего не осталось но до полного сознания за что эта беда постигла страну он так никогда и не дошел на богослужение на русском языке он так и не дерзнул послание святейшего патриарха тихона к церкви от 18 июня 1 июля 1923 года года божьей милостью патриарх московский и вся руси архипастырем пастырем и пособом православной церкви российской возлюбленные отцы и братья к вам обращаем мы слов упование что она найдет горячий отлик сердцах ваших тяжелое время переживает православная церковь появилось много разных групп с идеями обновления церковного коих мы уже высказали свое мнение в предыдущем нашем обращении к православному народу обновленцы эти бессознательно или сознательно толкают православную церковь к сектанству вводят совершенно ненужные церковные реформы отступая от канонов православной церкви никакие реформы из принятых бывшим собором мы одобрить не можем за исключением нового церковного стиля и новой орфографии церковной книги что мы и благословляем наряду с этим пользуясь происходящие у нас неурядицы в церкви римский папа всячески стремится насаждать российской православной церкви католицизм и при поддержке польских властей уже закрываются на территории польши православные храмы и многие из них превращены в костер так например в одной волынщине закрыто более 300 церквей и оставлено всего лишь около 50 разные сектанты баптисты евангелисты и другие как противники православию также направляют все усилия чтобы умолить значение православной церкви и привлечь на свою сторону православных людей всем и мы заявляем что церковь православная не даст себя превратить в сектантские группы и уповаем что не отойдет она ни на шаг от своего учения получив ныне возможность возобновить свою прерванную деятельность служения святой православной церкви и сознавая свою провинность предсоветской властью и народом российским выразившуюся в ряде наших пассивных и активных антисоветских действий как это сказано в обвинительном заключении верховного суда то есть сопротивление декрету об изъятии церковных ценностей анафематствование советской власти воззвания против брестского мира и другие мы по долгу христианина и архипастыря всем каемся и скорбим о жертвах получившихся в результате этой антисоветской политики по существу виноваты в этом не только мы но это среда которая нас воспитала и те злоумные люди которые толкали нас на эти действия с самого начала существования советской власти как враги трудового народа они стремились вернуть советскую власть через нашу церковь православную для чего меня как голову последний пытались использовать в этих целях будучи бессильны побороть советскую власть открыто и прямо они хотели добиться и уничтожения окольными путями прибегая к церкви и и пастыря сознавая всю провинность перед советской властью я желаю чтобы также поступили те священнослужители которые забыв свой долг пастыря вступили совместные действия с врагами трудового народа православного монархистами и белогвардейцами и одушевленные одним желанием с ними стремились вернуть советскую власть при помощи церкви и для этого не чужда лишь даже вступить в ряды белых армий как не тяжело было осознавать в этом преступлении против трудового народа российского и советской власти но вы должны сказать хотя и горькую но истинную правду сию мы осуждаем теперь такие действия и заявляем что российская православная церковь аполитичная и не желает быть ни белой не красной церкви она должна быть и будет единой соборной апостольской церковью и всякие попытки с чьей бы то ни было стороны они не исходили вернуть церковь политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены исходя из этих соображений мы в апреле месяце 1922 года на соединенном заседании священного синода и высшего церковного совета уже осудили заграничный церковный собор карловацкий за попытку восстановить в россии монархи из дома романова мы могли бы ограничиться этим осуждением владык бывших на соборе во главе с высокопреосвященным антонием митрополитом киевским если бы они раскаялись своих поступках и прекратили свою деятельность в этом направлении но нам сообщают что не только не прекратили они своей деятельности но еще более того ввергают православную церковь в политическую борьбу совместно с явными проживающими в россии и за границей противниками народа русского участниками разных монархических белогвардейских организаций которые принесли стране немало несчастья и теперь не отказываются от своего намерения восстановить в россии монархи пусть они хотя теперь смиряться и покаяться пред народом российским своих содеянных преступлениях иначе придется вызывать преосвященных владык в москву и просить советскую власть разрешение им прибыть сюда господь да умудрит всех нас искать каждому не своих сил о правды божией и благо святой церкви смиренный тихон патриарх московские всея руси 1 июля 1923 года известия 1923 год 6 июля книга пророка амоса 4 глава 10 стих посылал я на вас моровую язву подобную египетской убивал мечом юношей ваших отводя коней в плен так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваших и при всем том вы не обратились ко мне говорит господь пророка римея 20 глава 4 стих ибо так говорит господь вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих и падут они от меча врагов своих и твои глаза увидят это иисус христос душой скорбящий ловит и внемлит реву гибельных речей но и от тех кто крест готовит не отвращает любящих очей пришел к своим не приняли свои же где тот восторг от иорданских струй пришел к своим и слышит ближе ближе иудин шаг несущий поцелуй сад гефсиманский факелы проклятия кинжалы колья топот скрежет звон а где друзья где сестры где же братья глухая ночь а в ней синедрион он исцелял он поднимал из гроба уже ли с памяти истерлись эти дни уснула сердце ожила утроба оруще распни его распни пришел к своим свои же и предали пустыня мрак не звездочки вдали лишь женщины осмелись зарыдали когда его на холм тут повели иисус христос любви безмерный образ ты на кресте и птицы не поют кричит народ копьем пронзили ребра и уксус вместо влаги подают издевка злоба ярость иступление о если б знал один хоть иудей что смерть христа и было их спасение что умирая спас он всех людей греханов в.п.